МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этой пятницы поведают наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И вначале расскажу о наиболее заметных темах выпуска. На мутную воду из крана пожаловали жители города Сарань. Но даже такая вода доходит не на все этажи. В жизни пригодится городская школьная олимпиада «Юный спасатель» прошла в Центральном парке Караганды. Портрет героя в областном музее ЗО открылась традиционная выставка «Лица Победы». На мутную воду из крана пожаловали жители города Сарань. В соцсетях они публикуют фото набранной жидкости. Но даже такая вода доходит не на все этажи. Жители Сарань разместили пост в соцсетях о мутной воде с запахом. В комментариях ту же проблему подтвердили жители нескольких районов города. Вода очень грязная, с запахом канализации, желтоватого цвета. То есть ее употреблять в быту просто невозможно. Это просто опасно для здоровья. Вообще в целом Сарань коммунальные услуги очень дорогие. За двухкомнатную квартиру у меня выходило за 30 тысяч деньги в месяц. То есть я просто не знаю, покупать продукты или же оплачивать коммунальные услуги. Так как мы оплачиваем коммунальные услуги по высоким тарифам, я думаю, и качество должно соответствовать своей цене. Я уже года два, наверное, вообще не пью с крана воду. То есть мы пользуемся только бутылированной водой. Проблема с водой есть и с качеством воды, и со всем, все вместе. То есть и давления нет, и воды самой нету часто, и всего остального. То есть нет воды хорошей. Проблема с водой в Саране много лет. В теплое время года особенно. По словам жителей, часто происходят аварии и отключения. В водопроводных сетях нет давления, вода не поднимается на верхние этажи. Люди вынуждены стирать по ночам, жертвуя сном. На грязную воду жалуются не во всех районах города. Но там, где она идет мутная, жители боятся за свои титаны и стиральные машины. Говорят, не помогает и замена труб в подвалах. Поставщик воды населению предприятие Сарань Коммунсервис. Руководство уверяет, что это локальные проблемы, и что в целом давление в городе стабильное и соответствует расходу. А мутная вода бывает только после работ на водопроводе. А раньше были все тепловые. Постепенно каждый год личные кинетра сетей вводят в эксплуатацию от Акимата. Постепенно сети меняются. На данный момент практически все сети обводные и поменены. Внутригородские сети уже лежат. Надо их только подключить. Осталось участки. И в целом ситуация по сетям и тегоплочам. Сейчас данный 60% износ. Если мы подключим сети, которые сейчас имеем в городе, до 50 сетей снизим, то есть довольно неплохой результат. Еженедельно службой СС берутся пробы воды, и отклонения от нормативов не обнаруживают, заверил услугодатель. По словам Идиара Сыздыкова, если в 2020 году в Саране отключали воду на сутки и более 37 раз, то за 22-й и начало 23-го только 5. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. В этом году в Карагандинской области трудоустроят более 50 тысяч человек. Согласно поручения главы государства, в регионе пересмотрели деятельность различных управлений. Аким области дал соответствующее поручение, чтобы достичь запланированной показатели. В итоге безработных будут вовлекать в частное предпринимательство, а сдерживать цены на социально значимые продукты питания планируют с помощью форвардных договоров. Подробности в репортаже. На совещании по вопросам социально-экономического развития страны были даны поручения по снижению инфляции. В итоге совместно с Национальным банком будет актуализирован комплексный план. Основной акцент сделают на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией. В целях недопущения обоснованного роста цен в управлении сельского хозяйства, акимин городов и районов. Необходимо обеспечить эффективную реализацию механизма стабилизации цен на СЗБТ по формированию стаб-фонда, заключению форвардных контрактов, выдаче займов по оборотной схеме. Для стабилизации цен в Казахстане также проводят анализ цепочек ценообразования. Это позволит выявить и исключить непродуктивных посредников. Так, по стране уже проанализировано более 1300 цепочек поставки товаров. В итоге риски нарушений торговой деятельности выявлены в 332 случаях. При установлении конкретных фактов принимаются меры госконтроля. В частности, с начала года исключены 132 непродуктивных посредника. Согласно поручению главы государства, активнее развивать необходимо обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, малый и средний бизнес и другие направления. В первую очередь, как отметил глава государства, необходимо усилить работу по созданию новой волны предпринимателей с обеспечением продвижения инициативных и трудолюбивых, то есть создания экономического лифта. Для продвижения успешных предпринимателей с этого года инициировал новый проект Минкаскер. Управление предпринимательства совместно с акимами городов и районов, палатой предпринимателей, фондом в дому, необходимо провести широкомасштабную работу по информированию населения и предпринимателей о новых инструментах поддержки бизнеса. Согласно региональной карты занятости, в этом году планируется трудоустроить в регионе 54 тысячи человек. Благодаря нацпроектам обретут работу 5 тысяч желающих. Еще 22 тысячи займут вакантные рабочие места. В рамках частных инициатив обеспечат занятостью еще 17 тысяч человек. Согласно данных Управления координации занятости и социальных программ, только в первом квартале этого года трудоустроиться и получить гарантированный ежемесячный доход уже смогли порядка 6 тысяч человек. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. 5 канал. В поселке Южном отремонтируют котельную, а на Топарской Гресс заменят турбину. А в сторону Абая заменят еще и заизолируют в проблемной участке тепломагистрали. Аким области в рамках рабочей поездки по региону посетил ряд социально значимых объектов и выслушал местных жителей. Подробности в репортаже. Аким области в Абайском районе посетил теплоисточники и ознакомился с планами по их модернизации и ремонту. На Гресс будет продолжена замена турбины, чтобы увеличить мощности, а также проведут капитальный ремонт трех котлов и двух турбин. В этом году по теплосетям у нас запланирована масштабная работа в целях улучшения качества подачи тепла по городу Абай и по Абайскому району. В частности, это по магистральной сети Абай-Топар. У нас планируется замена проблемных участков, также изоляция магистральной трубы. По городу Абай планируется замена магистральной трубы по улице Ермекова. В поселке Топар и поселке Южном за счет местного бюджета и услугодателей планируется замена магистральных труб и текущий ремонт котельной поселка Южный. В общем, полтора миллиарда тенге уйдет в этом году на ремонтную кампанию. Подрядчики уже определены, рапортуют чиновники. По водоснабжению, понятно, есть ряд вопросов, которые надо решать. Мы по дороге обсуждали поселки Южный. Это котельная, я когда-то сам тоже там был. Надо там расчеты сделать. Мы не можем все время субсидировать такую огромную котельную, которую там сейчас практически... Сейчас же предприятия не пользуются им. Предприятия не пользуются. Только население. Поэтому давайте посмотрим, и мы намного в будущем сэкономим бюджетные деньги. В ходе рабочей поездки Аким области повстречался с местными депутатами и обсудил проблемные вопросы, поднимаемые жителями населенных пунктов. Глава региона поручил энергонадзору взять работу компании Крэг на постоянный контроль. В этом году в Абайском районе проведут замену теплосетей диаметром 820 и 1000 мм. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации заменят 10 задвижек. Уложат порядка двух километров внутриквартальных сетей в Абайе. За счет средств местного бюджета эту работу проведут и на пяти улицах поселка Топар. С 2023 по 2027 годы планируется обеспечить сельские населенные пункты, в том числе и Абайского района, оптика-волоконной связью. Один из наших главных приоритетов – это развитие инфраструктуры и подготовка к следующему отопительному сезону. Эти вопросы мы до этого еще рассматривали. В разы с областного бюджета я увеличил денежные средства, и мы будем дальше же продолжать по подготовке к отопительному сезону. В этом году начнут реконструкцию канализационных сетей в Дубовском сельском округе, а завершат ее в 2024. В Абайе реконструкция магистральных канализационных сетей завершена. Осталось только провести эту работу на внутриквартальных. В 9 сельских населенных пунктах Абайского района запланируем в этом году средний ремонт дорог. Займутся также укладкой брусчатки на тротуарах и заменой опор освещений светильников. Между тем комплексное благоустройство запланировано в 20 дворах многоэтажек районного центра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok продолжать отношения с организацией с 2013 года, обслуживающей отдыхающих в доме отдыха «Шахтер» и санатории «Жартас». Напомним, скандал разразился в конце прошлого года, когда владелец обоих объектов не пожелал продлять договор с подрядчиком, а те, в свою очередь, не захотели потерять отлаженный бизнес. Ирина Вобещевич выслушала аргументы. Просим вас обратить внимание на наши просьбы и хотим сообщить, что все работники перешли в Арселор с 10 декабря добровольно, без принуждения с чьей-либо стороны, так как по сравнению с БСР нам были предложены более улучшенные условия труда, повышенные оклады, возвращены все дни отпуска за вредность и полигонные. А также в декабре всем работникам была выплачена премия. Это обращение записал на видео этой зимой коллектив дома отдыха «Шахтер» в Карролинске. Они просят госорганы защитить их. Работники говорили, что им не платили их прежние работодатели по договору с АМТ, занимавшейся обслуживанием дома отдыха. Тогда работники требовали процедуры сокращения с последующими выплатами, а подрядчики предлагали увольняться по собственному желанию. Более того, ТО затеяло судиться с Арселором, так как не хотело расторгать договор, а стремилось дальше обслуживать туристов в «Шахтере» и получающих оздоровление в Жартасе. Имея за это 110 миллионов ежемесячно. Продлевать договор на еще один год Арселор не пожелал якобы потому, что стал получать жалобы от отдыхающих. В Конституции гарантировано право свободы. То есть это дело должно быть просмотрено через призму свободы заключения сделки. Обе стороны заключили договоры, по которым срок действия истек. Естественно, ТО «БК» в СССР не согласилась с истечением срока действия договора. Уведомления, соответствующие, были направлены заранее. То есть ни условиями договора, ни действующим законодательством не запрещено направить уведомления заранее. Ранее экономический суд вынес решение в пользу подрядчика и удовлетворил их иск, признав прекращение договора с 9 и 21 декабря прошлого года незаконными. В чести признания договоров действующими суд прекратил производство ввиду того, что 31 декабря 2022 года действия договоров истекло, и никто не может быть принужден к заключению договора. Однако это не устроило подрядчика, и он подал апелляцию в областной суд, который прошел вчера. Юристы подрядчика настаивали на исключении в мотивировочной части сведения о том, что договоры прекратили свое действие 31 декабря, считая, что этой формулировки не должно быть в решении суда. В итоге доводы подрядчика не были приняты. Суд второй инстанции, изучив все материалы дела, вынес сегодня решение о изменении решения суда первой инстанции, вернее, его отмене и вынесении нового решения о полном отказе в удовлетворении иска БКапсервис Резорт о признании прекращения действия договора незаконным. В части удовлетворения частной жалобы на определение суда суд апелляционной инстанции отказал полностью. Иными словами, Арселор Миттл Тимиртау законно прекратил действия ранее подписанных договоров ввиду истечения их сроков. Меж тем, подрядная организация не собирается сдаваться и будет продолжать тяжбу за право работать с Арселором. Вывод суда о том, что данное исчисление договорного срока неприменимо в гражданском законодательстве, противоречит указанным нормам закона и условиям договора. Мы считаем прекращение договоров незаконным со стороны АМТ, так как нарушены сроки и порядок расторжений. И, конечно, будем обжаловать решение Верховным Суде. Ирина Вобещевич, Шелкар Алтенбеков, Наталья Заяц, 5 канал. Образовательный караван и эстафетный ультрамарафон. Студенты-ученые Карагандинской области посетят исторически значимые места Улытаусской, Казалардинской и Туркестанской областей. Мероприятие стартует 2 мая. А сегодня на площадке региональной службы центральных коммуникаций рассказали об условиях участия и правилах проведения спортивных состязаний. В начале мая с площади университета имени Букетова дадут старт духовно-просветительскому каравану и ультрамарафону. Мероприятия посвящены памяти известных исторических личностей и значимым событиям. В истории Казахстана единство всегда побеждает любые сложности. Все это необходимо показывать молодому поколению, чтобы они знали этапы становления государственности и какие испытания преодолел народ Казахстана. Проводимая экспедиция – это хорошее информационно-просветительское мероприятие. Эстафетный ультрамарафон по случаю 300-летия исторического события и 355-летия Бухажерау будет протяженностью 1300 километров. Сверхмарафон охватит Карагандинскую, Лутаускую, Казалардинскую и Туркестанскую области. В забеге примут участие преподаватели и студенты вуза, специально приглашенные ультрамарафонщики. Участники мероприятий с просветительской миссией посетят библиотеки Жанаркинского района, повстречаются с местной молодежью у памятника Сакена Сейфулина и увидят другие исторически значимые места. В Казаларде подпишут двусторонний меморандум с университетом Коркатата, проведут совместное мероприятие с представителями Международного казахско-турецкого университета имени Хаджа Ахмета Есауи. В честь юбилея Бухаржа Рау из 165-летия Машхура Жусупа Купеева 4 мая в путь отправится молодежный духовно-просветительский караван «Руханики-Изет». В нем примут участие порядка 180 человек. Это активные студенты и преподаватели не только университета имени Букетова, но и Евразийского университета, университета имени Сатпаева. Ученые-историки будут делиться интересными фактами о нашей земле, посещая различные населенные пункты. Два года назад мы создали легкоатлетическое объединение. Сначала проводили небольшие забеги до Топара или Каркаролинска. Теперь планируем эстафету на 1300 километров от Караганды до Жасказгана и Туркестана. Участников набралось порядка 40 человек. Все они заранее готовились, прошли специальное медицинское обследование. Такие просветительские забеги мы планируем проводить и в будущем, чтобы довести мероприятие до международного уровня. Часть участников каравана посетят Баянаульский район Павлодарской области, кто-то область Улытау, другие – Актагайский район и город Балхаш. Финальной точкой станет Мавзолей Жушихана, куда участники доберутся 5 мая. Здесь и состоится большая конференция. С визитом в город Караганду прибыл председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурсбай Хаджи Таганулы. Подробности в сюжете. Главный муфтий Казахстана Наурсбай Хаджи Таганулы до своего назначения многие годы работал имамом мечети в нашем городе. Сегодня он приехал в Караганду с благой миссией – вручить ключи от квартиры многодетной карагандинской семье и открыть медресе. В священный месяц Рамазан мы подарили жилье многодетной семье. Летом планируем вручить ключи еще от четырех квартир. Пять семей в Карагандинской области получили средства на лечение. Также мы купили квартиру в сортировке для Курмангазы Жунусова. Это уже вторая квартира, которую мы вручаем с начала этого года. Наш фонд «Закят» активно участвует в решении проблем нуждающихся. В мечети «Онет-Баба» мы провели встречу с молодыми семьями, заключившими брак в этом году. Мы с ними говорили о семейных ценностях. Также наше управление проводит большую благотворительную работу. Это и вручение ключей от квартир малоимущим по акции «Ель-Улисы-Петерге». В рамках визита главного муфтия Казахстана сегодня прошла просветительская конференция, посвященная 355-летию Бухар-Жирау, а в уштубе сельской мечети открылась медресе. Тамирис Люга, Пылова, Шалкар Алтенбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Городская школьная олимпиада «Юный спасатель» состоялась в Центральном парке Караганды. Она была проведена совместно с Управлением чрезвычайных ситуаций города. Подробности расскажет Тамирис Люга, Пылова. Спасательное многоборье проходит у озера в Центральном парке. В программе соревнований пять дистанций. Боевое развертывание, тушение пожара, спасение на воде, первая медицинская помощь и эвакуация пострадавшего. Это все предстояло участникам состязания «Юный спасатель». Их свои силы проверили девять команд из школ Караганды. В апреле-май месяце мы отбираем, после первого-второго тура отбираем лучшие команды. И лучшие команды у нас между собой соревнуются. Победитель городской олимпиады, он едет на областное соревнование. То есть такое же соревнование проводится на уровне области. И в последующем, если побеждает на городе, он выезжает на областные соревнования. После того, как областные соревнования проходят, победитель областной олимпиады уже едет на республиканские. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы обучить детей. Во-первых, самая главная цель этих мероприятий «Юного спасателя» – это обучение детей навыкам действий при червячайных ситуациях. Чтобы они знали, что делать, когда возникнет та или иная червячайная ситуация. Школьники примерили на себя роли спасателей, пожарных и медиков. Условия, в которых состязались ребята, были максимально приближены к реальным. Школьники признаются, что испытания непростые. Однако, дружно отмечают, отработанные навыки пригодятся им в будущем. Участвуем сегодня в мероприятии, так как прошли первый тур. Очень интересно, развлекательно. Сегодня мероприятие по поводу пожарной безопасности. Будем одевать маски, переходить через препятствия, тушить пожар. Делать всякие интересные штуки по пожарной безопасности. Шоу будет проходить очень долго, очень интересно. Думаю, попадем в следующий тур. Думаю, в будущем я буду пожарником. Почему? Не знаю, для меня это интересно, слишком нравится, увлекательно. На каждом этапе школьников сопровождались сотрудники спасательных служб. Они же оценивали работу команд, их сплоченность, скорость, специальные знания и умения. Организаторы уверены, что подобные соревнования – это не просто игра. Во время чьи знания помогут спасти себе и другим жизнь. Портрет героя в областном музее изобразительного искусства состоялось открытие традиционной выставки «Лица Победы», посвященной великому празднику. Экспозиция будет действовать до 14 мая. Сама отверженно сражались за родину немало наших земляков. «Лица Победы» – это выставка памяти героям, истинным патриотам, тем, кто ценой жизни подарил нам мир. Основное место в экспозиции отведено художникам нашего края, чьи работы вошли в фонд музея. Помимо развития изобразительного искусства, мастера дела были участниками Великой Отечественной войны. Это фронтовики, ветераны. Некоторые из них имели ранения. Поэтому работы из коллекции нашего музея принадлежат непосредственно их кисти, их рукам, их творчеству. На выставке также представлены работы художников более современного поколения. Реймкул Сергеев является автором галереи портретов героев Советского Союза. Мастеру удалось воссоздать картины с фотографией удостоверений форматом 3х4. Он изобразил Мартбека Мамраева, Корниенко, Ахиуазда Спанову и Алию Молдогулову. Проведение памятного вечера доверили студентам первого курса колледжа моды. Молодые люди познакомили гостей с биографиями наших героев, прочли произведения военной тематики и организовали просмотр документальных видео. Они через такие мероприятия и посещение музея узнают о том, какие люди здесь проживали, какие поступки они совершали, чем они прославили свою землю, свой народ. Поэтому мы стремимся еще больше пропагандировать наше наследие, наше искусство и вложить в их сердца, в их юные души не только историю, но и любовь к искусству. Дарья Чеканина, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, Пятый канал. Эта музыка завораживает и окрыляет. Именно так карагандинцы оценили состоявшийся концерт, презентованный солистами отдела классического вокала в столичной филармонии имени Еркигали Рахмадиева. Музыку русской души послушала и наша съемочная группа. Музыкальный вечер здесь хорошо назвали в честь известного романца, которым солисты Государственной академической филармонии имени Еркигали Рахмадиева открыли праздничную программу, посвященную 150-летию композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Если говорить вообще о музыке Рахманина, то, конечно, это самая любимая моя лично музыка, потому что он был великолепным пианистом и очень большое значение он придавал музыкальной фортепианной фактуре. То есть написан был самый величайший пианист. И я считаю, что это вот не то, чтобы концертмистер и вокалист, а это прям равноправные партнеры, потому что партии всегда сложные, партии всегда очень глубокие. И этот концерт – это не только вокальное исполнение, это и небольшая лекция. Я буду на сцене, и я буду рассказывать о том, как создавались те или иные романсы, которые будут сегодня исполняться. Думаю, что эта информация будет интересна и ценителям, и тем, кто, может быть, случайно заглянул в этот зал, потому что не всегда человек подготовлен к подобным концертам. И идея заключается в том, чтобы немножечко больше раскрыть этот музыкальный мир, который, несомненно, велик. Таланты, вокальные данные солистов баритона Азамата Жилтыргузова и Биби Гульджанузак не раз отмечались на престижных международных конкурсах. А литературные вставки о том или ином произведении от главного редактора филармонии Зарины Мухамедали покорили карагандинскую публику. Сегодняшний концерт мы посвятили к юбилею великого композитора, которого мирового масштаба, конечно, весь мир в этом году отмечает его юбилей, 150-летие Сергея Васильевича Рахманинова. Это не только он был композитором, он великолепным пианистом был, дирижером был, музыкантом, одним словом, если сказать. Сегодняшний концерт посвящается его творчеству и именно вокальному творчеству посвящается. Он написал около 80 романцев за свою жизнь. Сегодня мы исполним с моей коллегой Биби Гульджанузак Сопрано избранные романцы, более 20 романцев. Сейчас сталисты оперной труппы и артисты хора театра «Астана-Опера» активно готовятся к гастролям, которые пройдут 27 мая в Караганде на сцене концертного зала «Шелкама». Не пропустите чарующее звучание классической музыки. Будет интересно. Собаки объединяют людей. Благотворительная вечеринка, устроенная владельцами Джек Расселов, в третий раз состоялась в Караганде. Подробности в репортаже. Готовиться к новому празднику эти неугомонные люди начинают, едва завершив предыдущий. Поэтому док-пати, как называют его организаторы, набирает обороты и становится уже традиционным и ожидаемым событием для горожан. Сюда приходят с семьями, с питомцами и без. Послушать музыку, повеселиться, встретиться с друзьями, купить на ярмарке сувениры и, разумеется, помочь животным, которые оказались без дома, по чьей-то злой воле. Мы здесь уже третий раз устраиваем в нашем городе такое мероприятие, как док-пати. Чему посвящено данное мероприятие? Ну, в первую очередь, это семейные ценности, это возрождение традиций, провести воскресенье с семьей, с детьми, взять с собой при этом своих питомцев, повеселиться, поучаствовать в конкурсах. Также мы своим мероприятием хотим привлечь внимание к проблеме бездомных животных, проблеме помощи приютов, потому что приюты существуют только за счет волонтерских средств. Поэтому все, что вы приобретаете на ярмарке, часть средств идет в приюты нашего города. Жизнь кипит вокруг столов с добротоварами, выручка от продажи которых пойдет в помощь приютам нашего города. Лакомства, игрушки, выпечка, амуниция. Найти себе что-нибудь по душе здесь сможет себе каждый. Мы представляем сегодня наши сувениры, наши вкусняшки, все, что необходимо для собачек, для нас. Все собранные средства пойдут в наш реабилитационный центр на лекарства, на питание, на вкусняшки. Мероприятие носит не только развлекательный характер. Интерес к нему растет еще и потому, что здесь можно убедиться, каким мирным и радостным может быть наше соседство с животными, если делать все правильно. Воспитанные дружелюбные собаки, породистые и беспородные, титулованные и взятые из приюта – это естественная часть как этого праздника, так и человеческой жизни в целом. Это особенно заметно при взгляде на детей, которые пришли на праздник со своими питомцами. Такой нежной дружбы и понимания, как между ними, вы больше нигде не найдете. С каждым разом людей все больше и больше становится, с каждым разом у нас есть какие-то спонсоры, которые хотят как-то угостить детей, угостить собачек, порадовать всех своими призами. Людей все больше и больше. Люди очень, очень рады этому, потому что такое внимание уделяется друзьям нашим меньшим, что очень это радует. Часть гостей на вечеринке впервые. Но те, кто побывал однажды, захотят вернуться сюда снова и снова. Для нас такой большой сюрприз, что люди охотно приходят на такие мероприятия. Я думаю, что мы теперь будем частыми гостями тоже на таких вечеринках. Рассказать о серьезной проблеме можно по-разному. Джеки делают это в присущем им духе. Весело, энергично, собирая друзей и единомышленников, угощая, развлекая и приглашая стать частью большой неравнодушной семьи, где рады каждому. Мы несем эту энергию дальше. Мы хотим, чтобы это было по всему Казахстану, чтобы люди собирались каждое воскресенье со своими семьями, с детьми, с собаками, чтобы классно проводили время, веселились, чтобы обращали внимание на проблемы приютов, чтобы просто были вместе. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Сабине Палатовой. Она представит информацию о явлениях погоды на выходные и предстоящую неделю. Здравствуйте! В студии Сабина Палатова. В предстоящие выходные погода порадует нас настоящим весенним теплом. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров задержатся на отметке плюс 4, плюс 7 тепла. Потепление будет сопровождаться малооблачной погодой. Ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. Примите самые теплые поздравления с 1 мая, праздником единства народов Казахстана. Этот яркий первомайский праздник продолжает замечательные традиции нашего многонационального народа, символизируя мир и согласие. Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Родины, Республики Казахстан. Начнется следующая неделя с комфортной погоды. Переменная облачность по большей части без осадков. Температура воздуха снизится до минус 2 градусов ночью. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от плюс 13 до плюс 15 градусов. В середину недели тучи немного рассеются без осадков. Днем потеплеет до 21 градуса, ночью до 4 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 8 метров в секунду. Местами порывы до 10 метров в секунду. Средний показатель атмосферного давления 720 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на пятом.